Добрый день, мои зрители! Несмотря на то, что я в четвертьфинале чемпионата мира в своем прогнозе проиграл французам, все-таки сегодня я вам представлю матч между сборной России и Швеции в полуфинале чемпионата мира, так как наши парни все-таки с Францией не подвели. Чемпионат мира у нас вышел на фединичную прямую и развязка наступит уже завтра. Сегодня же полуфиналы, где наше внимание приковано к первому поединку это Россия и Швеция. На кону путевка в финал. Если на этом турнире сборная России выиграла все 8 матчей, то последнее поражение команда Олега Знарка у нас потерпела как раз-таки от шведов, проходившим накануне чемпионата мира в заключительном этапе евро-хоккей-туров в Стокгольме. С тех пор трек-рунер потеряли лишь защитника Райми. Зато у нас приехали Бобров, Зарифов, Анисимов и Малкин. Вот так вот и первое сбрасывание как раз-таки между Евгением Малкиным и Хендриком Сидином, которого естественно нету на чемпионате мира. Ну и не нужен он нам, нам нужны наши парни. Пускай у нас не самый оптимальный состав, но мы должны пытаться бороться сегодня и обыгрывать эту сборную шведской. Так вот, последний раз мы это сделали как раз-таки в 2012 году тоже на Мундиале и обыграли шведов в группе с разгромным счетом 7-3. И тогда именно Евгений Малкин трижды забил сам и дважды ассистировал партнера. Вот такая вот история предматчевая. Сейчас я вам еще расскажу, сколько всего мы играли со шведами. Пока не отвлекаюсь. Как дальнейшим играем. Саша Радулов идет по краю. Смещается в центр. Хотел щелкнуть, надо было бросать. Кистевым. Надо бросать кистевым. Напомню, что сегодня Александр Овечкин, естественно, появится на площадке для тех, кто переживает или думает, что Саша. В середине игры Нарок дал отдохнуть Овечкину в матче с французами. Понятно было, что россияне достаточно спокойно ведут матч к победе. Вот. И дал передохнуть Овечкину, говоря, что об этом была договоренность. Между Нарком и Овечкиным залетай, пожалуйста. Я думал, за шиворот Мундиусу сейчас шайба залетит. Нет, не залетела шайба за шиворот. Так вот. И поэтому Саша сегодня будет играть. Говорят, даже будет играть без своего специального наколенника или щитка. Что-то у него там было, какое-то супер приспособление. Вроде без него должен он выступать. Но, естественно, могут лукавить. Для того, чтобы шведы ни в коем случае не целились на Овечкина, на его больное колено. Вот так вот. Отсайд. Отсайд. Драки здесь... Ну, я не буду пока провоцировать драку. А, значит... Сыграли, 19 проиграли. И один раз сыграли в ничью. Причем... А, ну, про последний матч я уже сказал. Минские подопечные Пераморца особо не блистают. Но выглядят, тем не менее, достаточно уверенно. Проблем им не доставят только итальянцы с датчанами. А вот Францию, Норвегию, Чехию и Белоруссию... Многие из вас болели и видели, наверное, мой прогноз, в котором я, кстати, угадал счет этого противостояния. Печально получилось. Не было Горобовского. И, конечно, белорусы могли бы победить в этой встрече и сделать суперрезультат для себя. Но, к сожалению, им это не удалось. Единственное поражение шведы у нас потерпели в овертайме от канадцев. Так что не сильно они уступают по показателям россиянам, которые 8 встреч подряд выиграли. Что же сказать о составе шведов? Что я уже в прошлом своем, опять-таки же, прогнозе на матч с белорусами рассказывал, что звездностью этот состав не отличается. Тут травма у нас. Вроде удаления не было, но судья... Ну да, остановил игру. Тут шведского игрока уносит. Поля... На самом деле. Вот. Так значит... Я говорил, что звездностью шведский состав не отличается. В основном это игроки внутреннего чемпионата. Один КХЛовец и несколько МХЛовцев. Но для многих из вас фамилии шведов не будут ничего говорить. Поэтому даже произносить состав в сборной Швеции я не стал. Здесь, естественно, у меня играет другой состав. Здесь олимпийская сборная, скажем так. Та, которая играла в финале турнира в Сочи. Ну и там шведы без вариантов практически проиграли канадцам. Что тоже, кстати, обидно. Так как я вроде как в финале за шведский болел. Николас Бэкстрим, знаете, играет в Вашингтон Кэпиталс. И я, естественно, всех игроков Вашингтона поддерживаю. Короче, вот такие вот расклады. Кем-то проявилась, скажем так, как реализация большинства. И вообще реализация моментов. То есть не в полную выкладываются. Сегодня этот номер никак не пройдет. И не забивать шведы им много не позволят. То есть надо реализовывать свои моменты. Пытаться, в общем случае. И на тренировке вчерашней команда Знарка... Ой, Овечкин какой момент был хороший. Ну, порежеще нужно было бросить немного. Команда Знарка отрабатывала игру в большинстве. Так как с французами в этом показателе были нули. Или не нули, а один. Ну, короче, проблемы были. Не помню, в большинстве. Наши, по-моему, в Малкон большинстве. Кто-то забил. Вот. Ситуация такая. Так что здесь в сборной России нужно быть максимум сконцентрированными. И еще одна, ну, скажем так, проблемка, как мне кажется, это начало матча. 15-45. Во-первых, мне сегодня очень это неудобно. Так как у двоих друзей, у моей бабушки сегодня день рождения. Вот такой вот веселенький денек. А плюс вы все, наверное, прекрасно знаете. И обязательно ждите от меня тоже прогнозы. Сегодня финал Лиги Чемпионов у нас. Атлетико с Реалом играют на боков. Умница. И, конечно же, мимо этого события я тоже не могу пройти. Так вот, собирались мы как бы совместить день рождения с просмотром спортивных событий. И это было бы очень удобно, если бы россияне начинали матч в 19-45, как изначально должно было быть это. Но тут почему-то вчера перенесли начало матча российского на 15-45. А вот именно второй полуфинал между Финляндией и Чехией состоится у нас вечером уже. Так вот, удобно нам было бы во время дня рождения просто посмотреть сначала хоккей, потом футбол. И вообще все круто было бы. Здесь придется теперь собираться днем. Не знаю, как некоторые ребята там под алкоголем выдержат ли до футбола. Я вот не планирую сегодня много пить. Так что я думаю, все будет нормально. Ну, во всяком случае, постараюсь. Там впервые у нас... Ух ты, штанга! Такая история получилась, что... Ну, не впервые, а для Чемпионатов мира наоборот. Часто повторяющаяся история, что в полуфиналах только европейские команды играют... Скажем так, весь Еврохоккей Тур. Чехи, Тима, Шведы и Россия. На Олимпиадах, да, другая история. Там США с Канадой просто так не проигрывают. Но здесь вот в финалах закончилась эпопея американских команд. И здесь уже европейцам придется между собой решить, кто в этом году достоин звания Чемпиона мира. У нас пока 0-0, мы играем в меньшинстве. Конечно, сегодня много надежд возлагается на наших лидеров в сборной России. И, естественно, все ждут, что Евгений Малкин сыграет больше, чем на, не знаю, 50-40% своих возможностей. В первых матчах он именно так и играл. Ух ты, какая перехват какой был хороший. Можно было сразу бросить, но не получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, подборчик. Удачно. А то тут на отстоке можно было сейчас пропустить. Опять в меньшинстве сборная России атакует. Еще один щелчок Малкина, но... Лунквис на месте. Малкин разгоняется. Делает обманное движение. Еще одно. Но бросить уже ему не дали. Здесь еще один штраф у сборной России. И опять нам в меньшинстве придется играть. Вещу реактивно россияне пытались атаковать ворота шведов. Что кто-то из них опять нарушил правила. И вот он, свисток арбитра. Показывает нам очередное удаление. В прошлом моем прогнозе с Францией удаление сыграли очень ключевую роль. Здесь вот было нарушение правил. Козлов-то сделал. На тренировке в сборной России по поводу разногласий Малкина и Овечкина. Сегодня, точнее вчера была тренировка. Кстати, Овечкин сейчас дает пас на Малкина. Малкин один на один выходит и опять не забивает. Лункин просто сумасшедший сейф. Так вот, Овечкин с Малкин тренировались в разных звеньях. Овечкин был в синей майке. Малкин в красной, по-моему. То есть, разные звенья. Мы их не увидим в одном звене. Но это и понятно было. Вообще перемены есть после приезда Малкина. Лучший бомбардир этого турнира и на данный момент, как мне кажется, лучший игрок, конечно, Тихонов. Витя, он теперь играет с Малкиным в одном звене. Играет не центрального нападающего, а крайнего. Сам Виктор сказал по этому поводу, что главное не его личный результат. Молодец на ботах. Ай, еще второй момент. Ой, все, зажми, зажми шайбу, надо поддержаться. Так вот, главное, это не его личный результат, а результат команды. И пока на данный момент он положительный, Виктору приходится подстраиваться под то, что говорит ему делать тренер. Это абсолютно нормально, молодец. Парень выкладывается по полной программе. Никто не может показать, что он как-то там не доигрывает или еще что-то. Даже по тем матчам, которым он не побил бал. Ай, шведы делают счет 1-0. Дальним щелчком Сидин открывает счет в этой встрече. Брат дал пас. Точнее, нет. Брат выкинул шайбу, а здесь уже от щелчка рикошет, да? Подставлен на плюшку. Поэтому, почему на боку вроде такую сложную шайбу не надо отбить. Мог он отбить. Тронбл бросал отсидение. Дэниэль подставил плюшку. Ой, точнее, Хенри подставил плюшку, а Дэниэл начинал. Вот так вот. Ой, 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 ой. Сложно, сложно будет, предполагал я это. Только шведский Ковальчук. На Малкина бросай, Женя. Женя бросает, но Лунквист. Лунквист делает просто фигуста какие-то. Уже всю встречу он не дает покоя нашим игрокам. Но вот сейчас его закрыли. Щелчок прилетел в девятку все-таки. 1-1. Андрей Марков это делает. Хороший какой получился точный бросок. Да, не видел он за своими, за нашими игроками. Овечкин тут капитан сыграл хорошо. Попытался закрыть вратаря. И это в итоге удалось. 5-20 до конца второго периода. Счет равный 1-1. Не удивлюсь, если события в моем матче будут схожими сегодня днем. Так как сборная России однажды только на этом турнире проигрывала. По ходу встречи. Все, мина и 2-1. Россияне повели. Стадион не будет сегодня гудеть. Поверьте, когда наши будут забивать. Сегодня будут овации. И, конечно, сегодня будет наш стадион полностью забит. Ну и если братья белорусы покупали кто-то заранее на этот полуфинал билеты, то, конечно, придет кто-то болеть за нашу сборную. 2-1. Наши впереди. Пока волевая игра получается. После первой пропущенной шайбы 2. От россиян. Овсайда нет. Все нормально. В зоне расположились. Здесь можно еще щелкнуть. Но нет. Защитника шведов попадает. Шайба. И какой еще момент. Еще один гол. Волченков это делает. Все, шведы поплыли. Отряд шайбы. Наши ребята забивают. Радует, радует это событие. Ассистент Малкин-Ковечкин. Шайбу выбросить не удалось. А здесь почему-то швед не попал. Скорее по шайбе. Ну, Радулов может щелкнуть. Нужно заблокировать выбросок. Второй период у нас уже прошел более голевым. И четыре шайбы мы в нем увидели. Россияне ведут. Со счетом 3-1. И вот последний гол в этом периоде. Я повторю, вы сейчас наблюдали. Ключи к успеху для той и для другой команды. Читать их не будем. Кому надо, могут нажать на паузу. Поехали. Третий период. Сбрасываю очередное. Проигрываю я, но это болезнь. И с этой болезнью очень сложно бороться. Синьков тут. Ай-яй-яй. Шайбу-то он вроде как взял, но... В итоге ее потерял. Хорошо, наши уже у ворот шведов. И тут Малкин все пытается все-таки распечатать Лунквиста для себя. Но никак у Женьки сегодня это не получается. Надеемся, у реального Жени сегодня это получится. Но там был, конечно, у воротов не Лунквист. Но все-таки... Овечкин закатывается. Хочу на пятак дать передачу. Пока там никого нету, теперь есть Ковальчук. Но почему тут касание бросить не получилось. Наверное, не ту кнопку я нажал. Я нажал бросок, а касание, чтобы бросать, надо нажимать щелчок. Запомните, те, кто не знает или еще не разобрался до конца. Надо бросать щелчком. Про это и я иногда забываю. Поэтому в таких моментах бросить не удается. Хорошо, хорошо тут силовыми приемами останавливают светских нападающих наши защитники. Уже подустало это звено. Нужно поменяться. Доцук еле-еле катится. Нужно, Паша, смениться. Много-много сил тратит сборная России на силовую борьбу. Ну а куда без нее? По-другому. Может быть и не остановить. Даже соперника хорошо, как на замахе, можно здесь бросить. Но Лунквист нет. Все-таки пробили. Пробили его. И Павел Дацук это делает. 4-1 счет становится. Ну, думаю, наверное, больше проблем у сборной России не должно быть. Уже такое преимущество вряд ли отпустят наши парни. Посмотрим. Шайба прошла. Но да, не смог ее Лунквист зафиксировать под собою. И Дасук там своими волшебными ручками, крючками и крюком клюшки смог ее выцарапать. И затолкать уже в ворота. Якубов Наиль. К сожалению, у парня не складывается. В Национальной хоккейной лиге первый номер драфта, напомню, он был. Возможно, нужно какое-то время еще для того, чтобы Наиль стал настоящей звездой. Это будущее нашего хоккея, естественно. Ой, еще какой бросок от Морозова. Все, Лунквиста пора менять. Скорее всего, сейчас мы это и увидим. На Боков даже в ассистентов у нас оказался. Морозов, какой замах сделал. Ну что, поменяют у нас вратаря шведы сегодня или нет? Я поэтому не выключаю повтор, чтобы увидеть, если что, замену. Ну, пока нет вроде. Наверное, уже просто руководство сборной опустиложницы. Ой-ой-ой, Овечкин упал тут на передачу. Узначалось. Хорошо тут наши на бортах. Подбирают и... У-ху! А где же бросочек? Бросочка. Вончарный Куральчука раскатывает в сборной России. Я мог бросать, но его клюшки задержали. Малкин, очередной ход в зону. Стадион свистит, но потому что тут типа шведы-хозяева. Я уже про это говорил. Сбрасывание у шведских ворот будет. Две минуты конца у нас. Встречей даже не пытаюсь говорить, что основное время. Дополнительно, поверьте, мне не будет. Только шаг я не пропущу. Марков подбирает отскок от Набокова. Пасует до суху. Паша не спеша входит в зону. Останавливается. Пасует. И еще один гол. Теперь Ародулов это делает. Ну, просто разгром. Сборной Швеции устроили сегодня. Россияне. Надеемся на то, что сегодня будет то же самое. 52 секунды до конца. Боюсь я даже назвать, кто лучший игрок этой встречи. Скорее всего, если не дай бог больше ни одного не пропустят, кто будет на бок. Один из трех звезд, так как я не следил там по поводу передач. Может быть, там Малкина выделят. Кого-то еще, кто там больше одного очка набрал. Овечкин присутствует шведов до конца, не останавливается. Считывая даже то, что осталось меньше 20 секунд. Точнее, около 20. Может быть, сборная России еще сподобится на гол. Малкин. С краю. Там Овечкин. Дает на Александра передачу. Но нет. Все-таки пошла она на Ковальчука. И здесь Лунквист на месте. Последнее, наверное, сбрасывание в этой встрече. И последняя попытка бросить по российским воротам. Россияне одерживают победу, с чем я вас и поздравляю. Остается нам только узнать тройку лучших игроков. Практически уверен, что все они будут с российским паспортом. Ковальчук. Впереди все иконосборные заходят в раздевалку. Три звезды. Смотрим. Первая звезда. Волченков. Две передачи, один гол. Вот я вам что и говорил. Вторая. Семин. Действительные, естественно. Но без Набокова. Ну ладно. Женьку все равно мы отметили. Красавец. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И надеюсь, до встречи в финале со сборной России. Пока.